Ну наконец-то, вот она, та самая заброшка. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. Наконец-то я её нашёл! И шёл по территории этой промзоны, что это такое вообще? Поля, леса, короче, фиг пойми, что тут происходит. Воу, тут нужно быть осторожней. Давайте вот тут аккуратненько пройдём. И нашёл эту заброшку. Короче, сейчас я вам расскажу, что я тут хочу сделать. Офигеть, это реально она. Мне жители рассказали то, что здесь неподалёку у нас есть огромный заброшенный завод. И тут рядом находится вот такая вот промзона, и я подумал, а почему бы мне не сделать дом в заброшке? Ну а чё в этом такого? Знаете, это мечта детства, построить дом на заброшке, или там какой-нибудь шалаш, или даже домик на дереве. В принципе, не важно, но дом-то на дереве я строил, а вот дом в заброшке я ещё ни разу не делал. И давайте в неё залезем по лианам, и офигеть, ребята, посмотрите, тут реально огромная территория. Видимо, тут раньше какие-то станки стояли. Это был, видимо, какой-то завод. Ладно, давайте подниматься выше. Главное, тут нужно быть аккуратнее. Итак, может тут построим и... Хотя нет, ребята, тут вообще что-то всё в плачевном состоянии. Посмотрите, тут даже пол обвалился. Не-не-не, я сюда даже не рискну наступать. Давайте полезем выше. У нас последний этаж, что у нас здесь? Хм, слушайте, а вот тут довольно-таки опрятная комнатка. Можно здесь ремонт забабахать. А чё, ребят, хорошая идея, сегодня я прокачаю просто заброшенную комнату. Просто заброшенный дом, который вообще никак не используется. Сегодня я построю здесь дом чисто для себя. Давайте вообще посмотрим. Ребят, это выглядит чертовски жутко. Ладно, мне тут немножко стремновато находиться. Кстати говоря, вон там находится рабочий завод, который в данный момент действует. Вон там он находится. Но мы туда, естественно, не пойдём. Нам нужно только это здание. Только здесь сегодня мы с вами будем делать ремонт. Кстати говоря, тут на крышу можно залезть. Давайте-ка на крышу полезу тогда-ка осторожно. И... Вау, нифига себе отсюда. Реально красивый вид открывается. Но не-не-не, тут находится опасно, поэтому лучше-ка слезу отсюда и буду делать ремонт. В принципе, ради чего я здесь и нахожусь. Я, естественно, знал, с какой целью я сюда иду делать ремонт, как я уже говорил ранее. Поэтому я всё подготовил. Я подготовил сундучки. Давайте вот так вот поставим, чтобы удобнее было. Ну и, естественно, вот такую шапочку с фонариком. Я не знаю, успел ли я построить дом до ночи. Надеюсь, что всё будет хорошо. Но первым делом я хочу очистить эту заброшку от мусора. Для начала я сломаю вот эти вот камушки, что тут обвалилось, всякие непонятные штуки. Вот этот металлолом бесполезный я тоже сломаю. Трубы или что это такое. Видимо, тут раньше были батареи, судя по всему. Это всё мы ломаем с вами. Вот тут раньше, видимо, какая-то колонна была. Она, видимо, обрушилась. Тоже её ломаем. Да и, в принципе, всё. Ещё вот эту вот дверь я бы тоже сломал. Капец, она очень тяжело ломается. Тут заржавела уже конкретно какая-то бронированная. Видимо, тут стоял какой-то дорогой станок или что-то типа этого. Ну, согласитесь, это место идеально подходит для моего будущего дома. Я никогда в своей жизни не строил дом в заброшках. И стоп, 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 стоп. Вот эту вот, наверное, штуку лучше не ломать. Это, наверное, какая-то несущая конструкция. Лучше потом её как-нибудь красиво обыграю и лучше оставлю. Не-не-не, а то сейчас стены тут сложатся и всё. Нафиг оно мне надо. Первое, с чего я хочу начать, это с отделки стены. Естественно, я не буду ломать вот эти вот стены, потому что, ну, это довольно-таки опасно так делать. Я просто выстраиваю дополнительные. Во-первых, это сохранить тепло, так как это заброшка. Ну, естественно, заброшенная. Да, извиняюсь за тавтологию, но она действительно заброшенная, тут нет никакого отопления, поэтому ломать стены и ставить заместник деревянный, во-первых, это опасно, потому что заброшка уже, скажем так, еле дышит это. А во-вторых, это будет как утеплением служить, знаете, вот эти вот деревянные стены. Поэтому лучше не ломать стены на заброшке, а выстраивать новые. Так, вот эту вот колонну тоже обыгрываем. Вот так вот всё это выстраиваем про углы тоже. Не забываем, чтобы ветер тут не ходил, ничего не свистело. И, естественно, окно мы тоже с вами должны обыграть, чтобы у нас тут не было камня, и чтобы мы поставили нормальное, качественное и тёплое остекление. Вот так вот делаем, и хоп, всё, готово. Посмотрите, уже всё потихонечку преображается. Осталось сделать потолок и пол. В общем-то, я решил, что потолок у нас будет из вот такого вот камня, а пол будет из белого. Пока что это всё выглядит как-то вот так вот. Темно, я понимаю, потому что нет пока что никакого источника света, и, кажется, я придумал, как обыграть эту колонну. Короче, я тут всё застрою, немножечко опущу потолок. Вот так вот оберну эту колонну и опущу светильники. Это гениально, ребят. Вот такая конструкция у меня получается. Теперь сюда ставим лампы. Я уже всё вырезал. Смотрите, как идеально! Блин, домик такой уютный! Вы просто поглядите на это, как это выглядит. Типа я в заброшке, и тут хопа, такая квартирка идеальная. Ладно, это ещё не всё. Я хочу вот так вот немножечко обыграть потолок, но чтобы тут не было резкого обрыва, я сделаю вот так вот. Поставлю вот эти вот полублоки. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. И, кстати говоря, уже нужно заниматься потихоньку остеклением. К сожалению, стекло мне придётся взять обычное. Да-да-да, я понимаю, но оно лучше всего сохраняет тепло внутри дома, поэтому не стеклянные панели никакие, а обычное стекло. Вот так вот его устанавливаем. Так, вот сюда. Тут всё закрываем. Главное сейчас снаружи себя не закрыть, знаете, а то бывает такое, бывает. Вот так вот всё просто в глухую закатываем. И всё, готово! Смотрите, как красиво у нас получилось. Кстати говоря, про двери забыл. Двери у нас будет целых четыре. Первая дверь у нас будет декоративная. Вот так вот внутри будет всё красивенько у нас. А снаружи будет вот такая. Это, знаете, уже тепловая дверь, чтобы тепло, опять-таки, ну, не пропускалось. Потому что, смотрите, тут дырка у нас будет всё выдуваться. Нафиг оно нам надо. Поэтому двойная дверь это лучшее решение для этого дома. Ну что ж, вот мы и закончили. Осталось занести сюда мебель и будет всё супер-пупер красиво. Итак, я за мебелью. Начнём, естественно, со спальни. Хм, где же мне сделать спальню? Обычно я делаю, знаете, в укромном таком местечке. Давайте вот сюда поставим. Во, идеально, просто идеально. Сюда мы поставим тумбочку. Как всё вписывается, просто обожаю. И сюда ставим будильничек. Так, дальше. Куда-нибудь вот сюда, наверное, я повешу книжные полочки. Как-нибудь вот так вот, знаете, не совсем симметрично, чтобы стилёво было. Вот сюда вот полочку куда-нибудь повесим. И, наверное, одну вот сюда. Хотя, не, вот это вот вообще не смотрится. Давайте лучше её вообще сломаем. Поставлю её сюда тогда. А вот эту всё-таки, наверное, сниму и воткну вот сюда. Во, да, так будет намного лучше. Дальше, еще у меня есть горшочек с цветочком, может повесим сюда куда-нибудь, смотрите, он прям под весну очень красивый, по-моему идеально, а куда-нибудь вот сюда я поставлю выключатель, знаете, проснулся свет, хоп-хоп-хоп. Несу огромный арсенал предметов, потому что я сейчас буду выстраивать основную зону, во-первых, я хочу установить куда-нибудь вот сюда телевизор, давайте вот, во, вообще идеально вписался просто, теперь напротив него я поставлю диван куда-нибудь, наверное, вот сюда, вот, слушайте, да, нормально, на безнопасном расстоянии для глаз все идеально. Дальше, у меня также есть вот такие вот кофейные столики, я поставлю их сюда, смотрите, как классно получается, теперь касаемо кухни, я хочу, чтобы кухня была рядом, чтобы ты посидел, посмотрел, что-то взял, приготовил, дальше поел, посмотрел, все дела, короче, очень удобно, поэтому я ставлю сюда плиту, так-так, плита, где она у меня, вот, отлично, сюда мы ставим с вами раквину с вот таким вот краником, и вот сюда мы ставим вот такую вот приблуду, ну, короче, обычный столик, на котором можно шинковать, нарезать и так далее, и тому подобное, а вот сюда я поставлю лампу, знаете, чисто для декора. Несу мини-декоративные штучки, сюда мы поставим доску с моркошкой, потому что шинковальный столик, тут нужно шинковать, дальше, цветочек куда-нибудь воткнем, слушайте, вот сюда, во, идеально вписался, смотрите, как классно, больше зелени, и дом становится свежее. Сюда мы ставим книжные полки, а вот тут мы, наверное, с вами, знаете, что сделаем, вот так вот все выломаем, и поставим вот так книжные полки, смотрите, как стилево, можно еще даже, хотя, стоп, где еще одна плита, вот, 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 и, слушайте, да, прикольно получилось. На столик я хочу положить печенечку, только не так, а как-нибудь поровнее, во, вот так вот, и стопку журналов, скажем так. Ну и, в принципе, самое время завершать потихонечку наш ремонт, смотрите, сюда я поставлю одежду, таким образом, затем я ставлю сюда вот такой вот длинный шкафчик, посмотрите, его можно открывать-закрывать, и сверху я поставлю, что правильно, аквариум, потому что это идеально декоративная вещь. Я еще с собой взял также огромную книжную полку, я не знаю, зачем она мне, серьезно, она будет выступать как декор, может, сюда ее воткнуть, вот я думаю, или убрать, серьезно, я не понимаю, хотя, ладно, давайте оставим, а куда-нибудь сюда поставим цветочек. Да, так, согласитесь, намного лучше стало, еще такая лесенка получилась, так, брррр, слушайте, очень прикольно, картина, куда бы повесить картину, я 100% хочу картину, но не знаю, куда, ой, как идеально-то она встала здесь, и, кстати говоря, еще нашел вот такой плакат в сундуке, не знаю, что он у меня делает, давайте повесим сюда. Ну и завершающий этап в виде ковров, ставим первый ковер сюда, и второй, давайте вот сюда поставим. Вот такой вот классный, уютный домик в заброшке у нас получился, прикиньте, вот смотрите, если ты не знаешь, ты такой, типа, тут живешь, ля-ля-ля, классный у тебя домик, хороший, уютный, сидишь тут на диванчике, спишь, выходишь, бам, просто контраст, посмотрите, какой контраст, что здесь происходит. Вот так вот ты живешь в этом доме и даже не подозреваешь, что он находится в заброшке, реально, просто в заброшке, сегодня я сделал ремонт именно в ней. Грубо говоря, восстановил заброшенный дом, потому что, ну, естественно, им никто не пользовался. Ладно, ребята, я думаю, что я, в принципе, закончил, и можем ломать сундуки, и, блин, вот мне реально интересно, а как это все будет выглядеть вот снаружи. Вот, прикиньте, реально, кто-то просто идет мимо этой заброшки и видит вот этот вот кусочек, просто кусочек идеально сделанный с ремонтом, со стеклением, а все остальные окна выбиты, их там вообще нет. И там ничего не происходит, а здесь такой, знаете, уютненький домик получился. Я, кстати говоря, когда ломал сундуки, нажал там часы кукушку, может быть, их тоже повесить куда-нибудь вот сюда, например, смотрите, идеально, просто идеально и так детализировано, посмотрите на это. Я тут не смогу держаться и шерсти, которая осталась, скрафтил ковер, потому что, смотрите, идеально сюда помещается 8 кусочков, я все высчитал, все, и ножкам станет в два раза теплее. Ну что ж, ребята, сегодня я восстановил заброшенный дом, вот такой результат у меня получился, все потратил. Ну тут у меня, конечно, остался всякий шлаг, но это уже некуда поставить, серьезно вам говорю, куда, может сюда наковальню поставить, но она тут не в тему, тогда ящичек не откроешь. Хотя стоп, идея, 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 сюда можно коврик поставить, во, идеально, а сюда для декора, смотрите, что я придумал, вот так вот мы обыграем эту зону, блин, смотрите, как стильно сразу стало. Можно даже как-нибудь вот так вот сделать, во, посмотрите, такие, знаете, многоуровневые потолки, получилось-то реально супер. Ну и проигрывателя можно воткнуть куда-нибудь вот сюда. В принципе, все, теперь я точно на этом закончил, ребята, с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята!